НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИЕ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКИ 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 Михаил Смирнов. Здравствуйте всем. Александр Николаевич, первый вопрос у меня все-таки к вам. Если брать в регионе, с вашей точки зрения, насколько хорошо развита у нас нефтегазохимия? Потому что мы всегда говорим, что регион относительно развития ТЭКа достаточно очень и очень впереди планеты всей, так уж скажем, в России. Но в части как раз-таки нефтегазохимии, насколько хорошо продвигается дело? Да, добрый день. У нас сегодня реализуется особая экономическая зона ОЛГА. Если брать как раз о проекте нефтегазохимии у нас в республике. То есть 9 проектов по сырьевым потокам Газпром и Хим Салавата. Мы знаем, что это буквально соседнее здание площадки. То есть там будет реализовываться 9 проектов. Это минимум 9 проектов, то есть порядка 70 миллиардов рублей. Это сегодня уже проектирование идет по стану повышающим присадкам. Идет проработка по супер поливинилхлориду. То есть здесь по Газпроме схемы Салавата отрабатываем полностью. То есть кроме того крупного проекта по газопереработке в 300 миллиардов рублей, то есть есть еще сопутствующие проекты именно по сырьевым потокам. Кроме того, сегодня у нас башкирская содовая компания. То, что сегодня идет как раз те проекты реализации в рамках диверсификации производства. То есть это не просто выпуск соды, но это опять же и и будут у нас там поливинилхлорид делаем. Ну, не делаем, а пока прорабатываем. То есть там порядка 10 проектов до 30-го года. То есть сейчас посмотрим. Кроме того, компания ПЛИЭФ сегодня по ПЭД-пластикам тоже у нас приступает к реализации проекта. Сейчас мы отрабатываем либо по СПИКу, либо по нашим региональным федеральным мерам поддержки. То есть здесь довольно-таки активная работа идет. Ну и если брать все-таки нефтегазы, химию, то газовики наши сегодня, Газпром Трансгаз Уфа сегодня реализуют проекты и по подземам хранилища газа там вкладываются. То есть реализация именно проектов там довольно-таки идет масштабная. Кроме того, недавно, буквально месяц назад проводили совещание с Ростехом и с Газпромом. То есть это по нашему флагману авиастроения Красного СУМПО. Там, где реализуется проект по АЛ-41СТ, то есть по газоперекачке. Здесь в рамках газового форума планируем подписать дорожную карту, а на газовом форуме же выйти на полноценное соглашение. Поэтому проектов действительно в республике сегодня много. То есть и типа малотоннаж, которые связаны с Газпромом химсалаватом, и по газовой химии, и в том числе и по химии. И вот тот форум, о котором, наверное, будет разговор и дальше. То есть мы назвали пленарку, это перспектива проектов газа, нефтехимии, то есть страны в России, чтобы посмотреть, действительно, туда мы идем или где-то, может быть, нужно скорректировать. Приглашаем экспертов, приглашаем тоже сам веб-инженеринг, который может проговорить по мерам поддержки, в том числе и федеральным. Я думаю, будет такая полезная пленарная дискуссия. Тогда следующий вопрос у меня к Михаилу Михайловичу Смирнову. Если говорить относительно перспектив малотоннажной, как раз-таки нефтегазохимии, малотоннажного производства, вот здесь насколько все-таки с вашей точки зрения в перспективе мы сможем заместить импорт, который сегодня потребляем? Потому что реально то, что президент Владимир Путин говорил о том, что каким образом будет развиваться в будущем, то есть рост идет мировой порядка 4%, а через 5 лет рост в части потребления нефти будет всего буквально в 1%. Вот здесь, как думаете, вот здесь сможем импорт в ближайшей перспективе уменьшить значительно для того, чтобы малотоннажка вот так вот, знаете, зажила новой жизнью? Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я думаю, что сегодняшние другие собеседники гораздо более профессионально расскажут о текущей ситуации по Республике Башкирии и в целом по конкретному управлению, в том числе на основном атаке. Я хочу про общий контекст мировой конъюнктуры сказать пару слов. Вот то, что сейчас происходит в мировой экономике, это напрямую касается как России вообще, так и конкретно сектора нефти-казохимия. Это процесс, который, значит, в Даосе называют великой перезагрузкой Great Resert. И заключается это в том, что экологическая повестка, она становится сейчас доминирующей вообще во всех мировых процессах. и такие, значит, параметры, как экологичность, sustainable development, то, что называется, у нас переводится как устойчивое развитие, там ESG, Environmental Social Governance, который у нас переводится как экологическое социальное управление. Вот эти параметры, они впервые в истории мира, такого не было в истории человечества никогда, они становятся впереди показателей прибыли, возврата на инвестиции, речен он инвестмент и так далее. Впервые, это какого не было никогда. Вот этот феномен мы все еще не осмыслили, но это настолько кардинально меняет всю мировую экономику, что, значит, это действительно великая перезагрузка. Что это означает для нефтегазохимии, что это вообще означает для, значит, отрасли в целом? Значит, с одной стороны, безусловно, потребление углеводородов в том смысле, который мы понимали до сих пор, оно изменится полностью. Вот вам один конкретный пример. По прошлому году, в 2020 год, в коронавирусный год, в мире 80% всей новой генерации, которая введена, это на возобновляемых источниках. Вы только подумайте, значит, в России, если по этим новым источникам, там цифру ее оспаривают, там 0,2%, 0,3%, то есть, ну, меньше одного процента, да? Ну, плюс хорошо, гидра там еще к этому. 80% в мире от всей новой генерации в 2020 году это возобновляемые источники. Значит, удельное потребление нефти, газа, именно как топливо, оно, безусловно, идет на спад. И эта, эта инвенция, она ускорилась за время коронавируса, ускорилась значительно. Но, значит, какой у России, тем не менее, шанс у России не только остается, но я бы даже сказал, и появляется еще, новый шанс появляется. Значит, нефть, она не исчезнет сама по себе, она не исчезнет в качестве ценности. Просто произойдет реструктурирование ее потребления. Это в меньшей степени пойдет в сферу именно топлива, но в гораздо большей степени пойдет в сферу нефтегазохилия. Ну, то же самое и газа касается, да, углеводородов все. Значит, для башкирского региона это, безусловно, очень серьезный шанс, кроме того, что это вызов, это еще и шанс, поскольку у Башкирии традиционно есть очень хороший задел. У нас всего несколько таких регионов. Россия, у которых действительно очень хороший задел именно мирового уровня, по нефтегазохилии. Значит, здесь возникает тогда небольшая проблема того, как нам найти золотую середину и пройти, даже не золотую середину, по лезвию ножа пройти. С одной стороны, есть требования наилучшей доступной технологии, ну, этого никто не отменял. Зачем нам хлам создавать, зачем нам, значит, отсталые технологии, когда весь мир двигается в отношении, ускоренно в отношении новых технологий. А с другой стороны, это требования локализации, которые совершенно правильные. Это тренд не только России, но, опять же, почти всех стран мира. И вот искусство, настоящее искусство, как властей всей страны, так и региональных властей, в связи с тем, что пройти по лезвию ножа и не в одну сторону не свалится, не в другую. То есть, соблюсти баланс и наилучшей доступной технологии, и локализации производства. При этом, безусловно, надо использовать те наработки, которые есть в республике Башкирия. И это большое искусство. Вот об этом, кстати, поговорим на форуме 25 мая. Абсолютно. Но, тем не менее, вот если говорить, вы сказали про возобновляемые, здесь хочу дополнить, просто недавно вышел рейтинг относительно возобновляемых источников энергии. Башкортостан здесь, опять-таки, по солнечной энергетике вышел впереди планеты всей, опять-таки, российской планеты. У нас достаточно большое количество солнечных электростанций. И вот здесь, как раз-таки, регион вошел в число лидеров, которые используют как раз-таки возобновляемую энергетику у нас в стране. Вот. Но тогда у меня следующий вопрос к Сатанину Олеговичу. Вот если говорить непосредственно о том рывке, который мы должны сделать, вот поручение президент дал относительно развития малотоннажки, что объем выпуска малотоннажной и среднетоннажной химической продукции к 30-му году должен вырасти на 70%, если брать по тому оборудованию, которое используется на предприятиях. Вот здесь хватит ли нам, так скажем, когда мы увеличиваем строительство, я не знаю, дорог, мы понимаем, что у нас нет такого количества тракторов, укладчиков, катков, и мы периодически не можем сделать этот самый рывок. Вот здесь, если брать по оборудованию, насколько тоже готовы мы сегодня, ну знаете, нарастить его поставку на предприятие? Да, уважаемые коллеги, меня слышно хорошо? Отлично, Сантья Олегович. Да, всех приветствую, значит, отвечая на ваш вопрос, я, наверное, все-таки буду чуть-чуть краток, да. Смотрите, ситуация у нас внефтьприработки, внефтьгазохимии, ну, на наш взгляд, достаточно плачевная, то есть у нас в замещении там не все, не все гладко, не все хорошо, вот, и, соответственно, обращаясь к первопричинам, хотелось бы отметить, наверное, что основное, это все-таки отсутствие системы внедрения, то есть научно-технический потенциал у нас все еще есть, за делом Советского Союза оставшиеся, так скажем, мы пытаемся развивать, то есть у нас есть свои разработки, у нас есть свои, собственно говоря, наработки, но вопрос здесь весь стоит в том, что у нас, например, отсутствует на сегодняшний день практически полностью система полигонов, да, и система испытаний, которая бы позволила эти наработки все-таки внедрить и запустить в нашу промышленность. В этом, на самом деле, на следующий день самая большая проблема. Понятно, что нефтеперерабатывающие, нефтехимические компании, имея свои сложные производственные циклы, неохотно пускают наши технологии на испытания. Это обусловлено, понятно, всем экономической целесообразностью и так далее. Но вот, на самом деле, на сегодняшний день в этом, я считаю, основная проблема в нашей нефтегазохимии и нефтепереработке это в том, что, собственно говоря, наши наработки, которые иногда, зачастую, бывают даже передовыми, на мировом уровне, они не могут быть внедрены. То есть, эффективно внедрены, испытаны. И наши заказчики, да, не могут, и они должны понимать, что, собственно говоря, они используют передовые технологии, но мы, мы, к сожалению, не можем добиться этого понимания существующей системы, значит, испытательной базы, которая у нас на следующий день есть. Поэтому вот в этом... сказать, вот про эту испытательную базу, кто должен все-таки вот этот вот шаг сделать? Государство, или же это научный центр, который сегодня работает в этой части, или же непосредственно бизнес, который, ну, хочет внедрять эти, как раз таки, новинки, которые вы говорите, эти инновации? Вообще, конечно же, это бизнес, да, но мы все понимаем, что на самом деле, если мы говорим про нефтереработку и нефтегазохимию, это очень капиталоемкие вложения, да, это очень серьезные комплексы, и без помощи государства здесь, конечно же, обойтись и региональной власти, и федеральной практически невозможно. Вот, поэтому здесь должен быть какой-то консорциум, здесь должна быть синергия, вот, и тут сейчас, на самом деле, процессы, да, по созданию, по обсуждению, то есть создание такого рода, вот, но, к сожалению, то есть пока это все только на начальных этапах и комплексно к вопросу, пока мы не подошли, вот, поэтому здесь именно вот эту проблематику, мне кажется, нужно, как бы, очень серьезно обсуждать на всех уровнях и пытаться все-таки донести и до государства, и до бизнеса, что это единственный реальный шанс, скажем, нам, все-таки быть конкурентоспособными на рынке, да, и двигаться вперед, потому что все понимаем, что есть санкционные риски, да, и сегодня, покупая оборудование за рубежом и технологии за рубежом, то есть они не гарантированы, что приведут нас в светлое будущее. Это наше понятное спасибо. Александр Николаевич, если говорить действительно о различных разработках и о том, как внедрять их здесь в Башкортостан, но если мы говорим, что зачастую выступают неким пилотным регионам, где реализуются или иные проекты, вот здесь вот по внедрению мы можем тоже выступить каким-то подобным пилотным проектом или пока запросов там, не знаю, от предприятий не поступает подобных, где можно это делать? Нет, в рамках реализации проектов, если взять под стану повышающей присадки, здесь отрабатываем также совместно и с нефтяным университетом, то есть и в рамках НОЦа, то, что у нас создан сегодня, то есть там идут тоже проектов нефтегазохимии в том числе, поэтому я думаю, здесь такая синергия у нас уже науки и бизнеса есть и по внедрению, я думаю, что если не локомотивом, то по крайней мере будем в передвигах. Ну, если говорить вот о тех поручениях президента, которые он в Тобольске давал, мы здесь видим, что все-таки он поручает правительству разработать комплекс мер в честь налоговых и неналоговых, может быть, стимуляционных различных инструментов. Вот именно использование синтетических каучуков по объему использования полимеров, по комплексному развитию регулирования в промышленности и строительстве, налоговое и неналоговое стимулирование в области использования вторичных полимеров, но вот здесь не видим как таковых инструментов, которые бы, ну, действительно, вот как Сантин Олегович говорит, в части внедрения, может быть, в части поддержки какой-то. Вот здесь вы видите в этом проблему, Александр Николаевич, или же тех инструментов, которые были озвучены Владимиру Путину, пока достаточно для того, чтобы сделать все равно рывок? Если брать, опять же, на Республику Пашкорстан, то сегодня у нас как раз законодатель сейчас мы разрабатываем. Это СПИК-2.0. Два проекта идет у нас. Это по линии по КАМАЗу, по автомобилестроению. И второй как раз идет по ПЛИФ. То есть там проект мы отрабатываем. Он вошел сегодня уже в научные технологии, в новейшие технологии, то, что должно быть в перечне Мемпромторга. Поэтому сегодня будет обсуждение, и в том числе в Республике Паричи. Поэтому я думаю, что то, что есть на федеральном уровне, сейчас республиканское подтягивает. Поэтому, в принципе, будет по мерам поддержки вполне достаточно. И кроме того, если брать, опять же, меры поддержки федеральные, Фонд развития промышленности Российской Федерации, то есть изначально, вот с прошлого года, а не в проекты развития, там, где льготно финансировано до 2 миллиардов рублей, как раз в том числе теперь можно и по проектам нефтегазохимии. То есть за то, что идет отрабатывание. Сатей Анатольевич, а если брать вообще роль регионов развития нефтегазохимии, с Вашей точки зрения, вот если брать каждый отдельный регион, который хочет этим заниматься, все-таки в одиночку, там, если, ну, там, знаете, не рассчитывать сильно много на федеральный центр, может ли сегодня, ну, знаете, ну, неким таким центром стать в части развития нефтегазохимии? Понятно, что не каждый регион это потянет, а где исторически сложилось, да, развитие нефтегазохимии регионов не так много, но тем не менее, вот если сегодня говорить о такой ключевой роли региональной, может ли все-таки сыграть основную роль или же это преждевременно? Однозначно, здесь воля, так скажем, региональной власти, она, наверное, даже первична, то есть кто на себя возьмет основную инициативу, да, и поможет, собственно говоря, своему бизнесу именно развить эту инициативу и привлечь не только на региональном и на федеральном уровне внимания и, соответственно, возможно, финансирование или разработать какие-то, так скажем, новые меры по стимулированию данного направления, то, соответственно, я считаю, что это тот путь, собственно говоря, который и должен быть, кто-то должен взять на себя, так скажем, роль драйвера, вот, и мне видится, что региональная власть, которая заинтересована, так скажем, в продвижении своих интересов в промышленности, они могут и должны, собственно говоря, брать на себя такую ответственность и инициировать совместно с бизнесом, собственно говоря, продвижение уже в федеральной области. И еще у меня, знаете, один какой вопрос, вот в части того, что сейчас некоторые нефтяные компании, ну вот, пытаются, может быть, интегрировать в как раз-таки в нефтегазохимию, да, может быть, то, что непривычно порой для них, это все-таки с вашей точки зрения дань моде, или же это, ну вот, реальная возможность для них интегрироваться и диверсифицировать вот свой бизнес, да, эти, которые только исключительно там на добыче и на перекачке и продаже нефти за пределы страны? Ну, это однозначно диверсификация, мы все понимаем, что определенные, так скажем, направления, сегодня, так скажем, прибыльные, завтра они неприбыльные. Очень большая конкуренция, мы тоже это понимаем, как и возобновляемые источники энергии, так и наши партнеры находят все более легко извлекаемые запасы, да, то есть конкурировать становится все сложнее и тяжелее, и все, понятное дело, смотрят на возможности персификации, возможности, так скажем, извлечения дополнительной прибыли из других источников. То есть мы видим сейчас, что мировые компании сейчас очень активно смотрят, опять же, на возобновляемые источники энергии. Мы видим сегодня, что, опять же, на нефтегимию большой делается акцент, и этот тренд, он будет только усиливаться и продолжаться, и это вполне нормально, и я считаю, что это правильное направление движения. Единственное, конечно же, хотелось бы пожелать, чтобы наши заказчики более, так скажем, серьезно относились к поручениям президента, да, и к нашим национальным интересам, и все-таки в большей степени помогали и рассматривали наши проекты, нежели зарубежные, да, то есть я имею в виду инновации, я имею в виду технологии, да, которые все-таки у нас существуют, которые достаточно есть передовые, и вот пожелать хотелось бы, чтобы все-таки мы нашли, так скажем, мы вышли на такой диалог с заказчиками, когда, собственно говоря, наша наука, наши технологии, да, могли бы быть эффективны, с участием, опять же, заказчиков внедрены, и, собственно говоря, повысили конкурентоспособность и экономический потенциал того же заказчика. Ну вот очень хочется надеяться, что этот такой сложный разговор продолжится и в рамках нефтегазохимического форума, который с 25 числа открывается у нас в Уфе, достаточно большое количество фикеров приезжает, ну, все-таки, я надеюсь, консенсус какой-то будет найден, так, чтобы, знаете, все стороны были заинтересованы в развитии этого всего, и как раз-таки решения различные находились. Александр Николаевич, ну тогда у меня заключительный вопрос к вам, если брать вообще развитие нефтегазохимии, ну, опять-таки, много говорим о том, что переходим на различные возобновляемые источники энергии, хотя вряд ли когда-то, там, до 2050 года, наверное, точно уж это всего не произойдет, потому что будем потреблять то, что есть, вряд ли экономика сможет перестроиться вот так резко и на другие рельсы встать, но, тем не менее, с вашей точки зрения, нефтегазохимия все-таки перспективна для регионов, ну, вот, в частности, для нас, или пока небольшого внимания уделяем этому? Если брать прошлый год, то есть пандемию, пандемию, там уже пережили, прошли, но вот этот ОПЕК плюс на республику отыгрался довольно-таки серьезно, то есть нефтянка наша просела, все там, нефтесервисные компании, которые были заточены в основном под нефтянку, тоже они остались без заказов, то есть инвестиции уменьшились, и как бы пошел такой, ну, негативный как раз тренд для наших предприятий, но этот год брать, вот, первый квартал отработали уже с плюсом, сегодня будет, там, сегодня-завтра данные по четырем месяцам, то есть мы видим уже замещение именно нефтянки, вот, проектом, в том числе, нефтегазохимических, поэтому я думаю, что для республики это однозначно в приоритете, то есть тот потенциал, который у нас есть и по линии Башнефти, и Газпромехим Салавата, то есть и химических этих наших предприятий, то есть однозначно будем развивать те проекты, которые сегодня есть, однозначно будут реализованы, ну и смотрим дальше, что и в какой части больше все-таки это работает. Ну, здесь, по крайней мере, то, что президент тоже провел в конце прошлого года большое совещание в этой части, и нигде-нибудь не в Доме правительства, не в Кремле, а все-таки на предприятии нефтегазохимическом, вот здесь все-таки тоже, ну, какое-то успокоение, так скажем, для души, все, кто занят в этой отрасли, все-таки есть. Ну, и здесь отметим, что ежегодно в мире растет, как говорил уже, спрос на продукты нефтегазохимии, и, по крайней мере, то, что страна смогла заместить в крупной тоннажке почти полностью спрос свой на этом, ну, а малую тоннажку будем надеяться, что спикеры форума, который открывается, вот я опять повторюсь, 25 мая, все-таки обсудят и тоже найдут различные решения, для того, чтобы все-таки вот этот вот рывок и то, что президент поставил задачу к 30-му году вырасти на 70% от прошлогодних цифр, будем надеяться, что будет достигнуто. Я благодарю всех спикеров, кто присоединился сегодня к нашему разговору. Я напомню, с нами был министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев. На удаленной связи вместе с нами был Михаил Смирнов, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике и президент Союза производителей нефтегазового оборудования Константин Родинский. Спасибо вам большое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...